Здравствуйте, я Гульнас, преподаватель онлайн-школы шитья Беспок. В этом уроке вы узнаете, как легко и просто сшить дубленку. Если вы только начинаете и хотите научиться шить качественно и красиво, то я приглашаю вас на свой курс по пошиву, конструированию и моделированию женской одежды. В нем вы научитесь всему от снятия мерок с фигуры и создания лекал до финальной примерки изделия. Кстати, в этом курсе вы научитесь шить несколько видов юбок, брюк, платьев и рубашек. Для того, чтобы ознакомиться с содержанием фото и отзывами на курсе, а также оплатить курс, просто перейдите на сайт www.bispolk.ru. Ссылку на сайт я оставлю внизу в описании к видео. Для пошива дубленки можно использовать как искусственные, так и натуральные материалы. Материал, из которого шила дубленку я, назывался дубленочным. Он полностью состоит из полиэстера. Внешняя лицевая сторона очень напоминает замшу. Она имеет короткий мягкий ворс, но внутренняя сторона, также искусственный мех, имеет средний ворс, примерно около сантиметра. Не сложно догадаться, что этот материал состоит из двух слоев. Трикотажное полотно, похожее на замшу, и второй слой искусственного меха. Кстати, что касается раскроя. При разрезании таких материалов я советую воспользоваться либо маленькими ножницами, либо, если у вас их нет, кусачками. Хотя, на самом деле, они не предназначены для разрезания ткани, а только для ниток. Так вот, нам необходимо аккуратно завести ножницы вовнутрь материала, так, чтобы подцепить и разрезать только верхний слой, назовем его замшевым, и основание искусственного меха. То есть, сами ворсинки нам задевать нельзя. После этого аккуратно раздвигаем детали, и по срезам, просто пощипывая, убираем лишние ворсинки. Обязательно делайте это сразу же, после раскроя. И при раскрое всего изделия руководствуйтесь этим же правилом. Скроили одну деталь, пощипывая, почистили все срезы, и после этого переходим к раскрою второй детали. А что будет, если мы просто разрежем этот материал ножницами, не стараясь захватить только основание меха? Ворс осыпается намного больше. Ну и сравним два варианта. В первом способе ворс остался более пушистым, и он прекрасно выходит за пределы замшевого слоя. А во втором случае ворс в некоторых местах неровно обрезан и не такой пушистый. Кстати, рядом советую держать ролик с липкой бумагой, для того, чтобы сразу же убирать лишнюю пыль и ворс. Иначе все пространство вокруг будет просто заполнено мелким ворсом. Также нам потребуется разъемная молния. Наверное, идеальным вариантом для дубленки будет металлическая молния. Ну а я использовала разъемную пластиковую молнию. Однако она прекрасно подошла по цвету к меховой стороне материала. Но что касается других инструментов, нам потребуются мерная лента, мелки, булавки и иглы. Если вы шьете дубленку из натуральных материалов, то, возможно, вам стоит использовать иглы для кожи. Ну а мой материал имеет трикотажную основу, и поэтому я использую иглы для трикотажа. Ну и поскольку материал двуслойный, двуцветный, нам потребуется два цвета ниток, чтобы все было максимально аккуратно. Что касается выкроек, то можно использовать практически любую выкроеку из журнала. Идеально подойдет выкроек для куртки-косухи, у которой можно поднять один борт и полностью накрыть второй. На самом деле можно использовать и обычную выкроеку жакета, либо пальто с воротником и лацканами. В последствии лацкана мы просто наложим один на другой и вдоль линии борта пристрочим молнию. Рукава могут быть вточными, но в этой модели, к примеру, у меня рукава реглан. Причем локтевая часть рукава, та, что со стороны спинки, является цельнокраенной с кокеткой спинки. Не старайтесь найти именно эту выкроеку. Вы можете использовать выкроеки, которые вам нравятся, либо построить их самостоятельно. В этом видео я хочу вам показать способ сборки и обработки изделия. Я начну с локтевых частей рукава, то есть задних половинок рукава реглан. И мне необходимо будет сначала соединить рукава по среднему срезу, посередине спинки, затем уже прикрепить деталь спинки. Срезы можно соединить, к примеру, изнанкой с изнанкой. И после того, как мы дадим строчку, например, на 1 см, если вы оставляли 1 см на припуске, то после этого на лицевой стороне эти припуски раскроются, и мы увидим меховые полоски, которые будут являться отделкой. Можно сложить детали лицом к лицу, то есть замшевыми сторонами, и дать строчку. В данном случае срезы будут скрыты. Кстати, если вы решили прострочить именно таким способом, то меховую сторону буквально на 1 см, то есть на величину припуска, я советую подрезать, для того, чтобы не было излишней толщины с изнаночной стороны изделия. Но можно воспользоваться еще одним способом наложить одну деталь на другую. К примеру, если припуски на швы составляют 1 см, то это означает, что одну деталь нам необходимо завести на вторую, на 2 см. И дать строчку, отступив на 1 см от среза. В результате по лицевой стороне мы получим тонкую полоску меха, которая будет служить отделкой, а изнаночная сторона останется белой и однородной. Замшевую сторону, трикотажную сторону материала я буду держать сверху, и поэтому буду использовать катушку коричневого цвета, а на шпульку намотаю белую нитку, чтобы белая нитка осталась с изнаночной стороны. К примеру, я уже прострочила средний шов по кокетке, соединила две локтевые половинки рукава, и после этого я сразу перейду к детали по спинке. Найду середину верхнего среза спинки, прикреплю ее к шву цельнокраёной кокетки, и также, заводя на 2 см, срезы друг на друга буду прикреплять. Прослежу, чтобы уголки также совпали. Ну а что касается проймы и среза оката рукава, все то же самое. Завожу одну деталь на другую на 2 см, подправляю срезы, поскольку они имеют разную форму, и просто прикрепляю. В этой модели я решила деталь спинки наложить на детали рукава и кокетки. Так мне внешний вид понравился больше. Можно сделать наоборот, рукава оставить сверху и прикрепить аналогично. После этого я перехожу к передней половинке изделия. Слева полочка, справа передняя половинка рукава реглан. Можно также наложить рукав сверху полочки, либо деталь полочки над рукавом. И здесь принцип тот же. Накладываем одну деталь, один срез на другой на 2 см, прикрепляем при необходимости, разумеется, все это можно сметать вручную, а после этого даем строчку на 1 см от среза. После того, как отдельно прикрепили и пристрочили спинку к локтевой части рукава и полочку к передней части рукава, можем соединить рукава изнаночными сторонами, либо лицевыми сторонами, либо наложить одну на другую. Мне больше понравился вариант, когда локтевая часть рукава лежит сверху над передней частью. И поэтому я снова накладываю один срез на другой, заводя 2 см вовнутрь. Вот так выглядят срезы после того, как я проложила строчку. И теперь нам необходимо закрыть боковые срезы изделия и нижние срезы рукава реглан. Соединить их тем же методом, то есть наложив один срез на другой, будет достаточно сложно, поскольку вам потребуется через узкое отверстие низа рукава попытаться дать строчку. Это достаточно сложно, поэтому можно либо сложить изделие лицом к лицу и дать строчку, либо сложить их изнаночными сторонами вместе и проложить строчку, как сделала это я. Такой способ мне понравился. Срезы прекрасно расправились, но и для того, чтобы они лежали еще более аккуратно, можно их, к примеру, подшить. Когда будете прикреплять боковые срезы и нижние срезы рукава друг к другу, обратите внимание, чтобы швы втачиванию рукава совпадали. Поэтому в качестве контрольной отметки мы прикрепляем их. Также прикрепляем низ изделия друг к другу по полочке и спинке, и промежутки. И далее, конечно, срезы низа рукава, которые также являются контрольной отметкой для нас. После этого даем строчку на 1 см от срезов. Дубленка шьется в один слой, то есть нам не нужен подклад, либо детали подборта. Ну и воротник в данном случае также будет однослойным. Итак, нам потребуется одна деталь воротника, разумеется, если она предполагается в вашей модели. Находим середину воротника и прикладываем к середине спинки. Здесь она у меня совпадает со швом соединения рукавов реглан. Возможно, вы заметили, что нижние срезы воротника у меня немного удлинены. Я сделала это для того, чтобы завести воротник чуть глубже, для того, чтобы срезы после того, как я втачаю воротник, не были видны. Чуть позже вы увидите, что я имею в виду. Воротник я оставляю снизу, и уголок ближе к срезу конца воротника заправляю вовнутрь примерно на 4-5 см. То есть я удлинила уголок примерно на 3 см. И в результате, когда мы отогнем лацкан на лицевую сторону изделия, не будет видно шва притачивания воротника, поскольку он остался немного внутри. На самом деле ничего страшного, если не увеличивать этот уголок. В целом внешний вид тоже будет неплохим. Притачали воротник. Как видите, в области спинки я проложила строчку на 1 см, а ближе к концам воротника ниже. Ну а сейчас самое время перейти к обработке молнии. Если вы хотите получать больше информации о шитье и моде, то подписывайтесь на страницу в инстаграм безполкетру. Там я регулярно пишу статьи и снимаю полезные видео. Низ изделия я буду подгибать примерно на 5-7 см. И именно от линии сгиба, то есть нового уровня низа изделия, будет начинаться застежка молнии. Я обозначу этот уровень сгиба, то есть линию, по которой я отогну изнанку на лицевую сторону. И далее нам необходимо будет пристрочить молнию к лицевой стороне материала, поскольку если мы приточаем ее, просто подложив под срезы, то ворс меха будет забиваться под зубчики молнии. Итак, нам необходимо пристрочить молнию к лицевой стороне материала. Для того, чтобы срезы были не такими толстыми и объемными, 1 см меха мы срежем. Поэтому аккуратно отделяем слои друг от друга вдоль всего среза борта на ширину 1 см, не больше. Ну а теперь маленькими ножницами, либо кусачками, аккуратно подрезаем основание ворса, как мы делали это в самом начале. Отрезаем и подчищаем. Отрезали сантиметровую полоску меха. И теперь лицевую сторону молнии мы прикладываем к лицевой стороне изделия. Можно совместить срезы. Смотрите, чтобы нижний конец молнии совпадал с линией сгиба, которую мы обозначили чуть ранее. Определили положение и теперь прикрепляем булавками вдоль всей длины. Старайтесь при этом не растягивать материал, но и не припосаживать его. Молния должна лежать один к одному со срезом. Прикрепили по всей длине. У меня молния продолжается прямо до угла лацкана. После этого даем строчку вдоль всей длины молнии односторонней лапкой. Постарайтесь подойти к зубчикам не максимально близко, оставив буквально 1-2 мм, для того, чтобы собачка могла свободно проходить вдоль всей молнии. Далее строчку. И после этого нам остается только отогнуть молнию наизнанку, для того, чтобы закрепить ее, и проложить вдоль нее снова строчку. Эта строчка будет видна по лицевой стороне, поэтому нам необходимо постараться сделать ее ровной. Ну а что касается верхних концов молнии, то мы их просто заправим вовнутрь под кромку молнии. Этот конец будет аккуратно скрыт. Проложили строчку, и теперь самое время присоединить вторую сторону молнии. Накладываем правую половинку изделия на левую, если вы шьете женское изделие. Аккуратно прикрепляем вторую кромку молнии к левой детали полочки. Можно помогать рукой снизу, заводя с изнанки. Прикрепили до самого верха. И повторяем то же самое, пристрачивая молнию односторонней лапкой. После того, как вы пристрочите молнию, можно оставить ее в таком виде, особенно если она прекрасно подходит по цвету. Это тоже своего рода отделка. Но если вы хотите максимально скрыть ее, то можно воспользоваться тем же материалом дубленки. Нам потребуется полоска шириной примерно 2 см. Я отделила мех от трикотажного полотна и использую только трикотажную полоску. Лицевую сторону полоски мы прикладываем к молнии. Сверху оставим припуск 1,5-2 см над концом молнии. А далее просто совмещаем срезы трикотажной полоски и кромки молнии. Будьте осторожны, не растягивайте трикотажную бейку. Ну а после того, как вы дадите строчку односторонней лапкой, верхний конец можно будет загнуть вовнутрь на сантиметр и дать строчку на 1-2 мм от внешнего края, закрепив таким образом второй длинный срез. Вот мы приложили строчку и аккуратно скрыли кромку молнии. Проверим, свободно ли застегивается молния, нет ли никаких препятствий. И можем переходить к заключительной обработке низа изделия. Срез борта по низу изделия я отгибаю на сантиметр на лицевую сторону, а затем припуск, который был оставлен, подгибаю наверх, также на лицевую сторону. Следите за тем, чтобы мех не накрывал зубчики, а наоборот оставалось небольшое пространство в несколько миллиметров от зубчиков до сгиба материала. Прикрепляем булавками и далее, сохраняя ту же ширину подгиба, закрепляем срезы булавками по всей длине изделия. Ту же величину подгиба я оставила и по низу рукава. Обязательно следите, чтобы швы боковые, нижние, верхние швы рукава совпадали. После этого можно будет дать строчку на один сантиметр, к примеру, от верхнего среза на машинке, а можно подшить вручную. Я люблю подшивать вручную. Результат получается аккуратным и незаметным. Покажу на примере рукава. Сгибаем рукав по линии верхнего среза. Далее захватим совсем немного по сгибу рукава, буквально пару миллиметров, и также пару миллиметров по срезу низа рукава. Старайтесь сделать интервалы маленькими в 3, максимум 5 миллиметров. Так срезы будут держаться лучше. Аналогичным образом подшиваем низ изделия. Кстати, посмотрите, по левой половинке полочки, там, где находится молния, я разрезала припуски по низу и аккуратно обогнула молнию, для того, чтобы мех не попадал в зубчики. Я подшила боковые швы, но решила на этом не останавливаться, и подшила также все отделочные срезы, которые видны по лицевой стороне изделия. Благодаря этому отделка стала аккуратнее и более выразительной. Посмотрите, шов втачивания рукава по левой половинке и по правой половинке, они отличаются. По левой половинке мне нравится значительно больше. То же самое, кстати, я повторила и со спинкой. Здесь принцип подшивания тот же. Захватываем немного по срезу, затем совсем немного захватываем под срезом, буквально пару миллиметров ткани. И постарайтесь, чтобы ваши стежки не выходили за пределы края, за пределы срезов, потому что иначе они будут видны. Кстати, при работе с такими плотными толстыми тканями, я настоятельно советую вам использовать наперстки, иначе травм на пальцах не избежать. Подшили все срезы, и в целом дубленка готова. Если вам кажется, что необработанные срезы воротника, борта, ласканов растягиваются, вы можете проложить строчку по этим срезам, к примеру, отступив на один сантиметр от срезов. Либо можно добавить отделку полоской меха шириной 2-3 сантиметра, например, оставшейся от той, которой мы закрывали молнию. Либо можно аккуратно подогнуть срезы на сантиметр и подшить вручную. Вот и все, дубленка готова. Шейте и носите с удовольствием. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин